Ночью в магазине стоит девушка с парнем и говорит, я так замерзла. А он мне говорит, у меня тоже кое-что замерзло. И она такая хохохохо. Он говорит, усы. И, блядь, как они смеялись. Я уверена, просто у Никулина такого фурора отродясь не было. Понимаете, какая шутка. Блядь, главное найти своего человека, а там можно дальше не шутить, можно просто кивать. И это уже смешно. А еще ко мне ходит мальчик, он очень смешной. Он как-то скажет, вроде ему 10 лет, но у него чувство юмора. Господи помилуй, всем бы учителям такого ученика, хотя бы одного. Ой, я аж заговариваюсь, как я сегодня наржалась. Господи, дай Боже, понимаете. Если бы я еще среагировала на эти усы, которые замерзли от мужчины, я бы тогда вообще не выжила. Не выжила бы, потеряли бы девчонку. Короче, ехала сейчас с бабками, и они обсуждали поликлиники. И одна из них в каком-то научно-исследовательском центре наблюдается. И вторая втирает, что очень важно иметь нынче лечащего врача. А вторая ей говорит, блядь, как тебе повезло. Ну, вы видели, какие зияющие жизнью глаза у них были. Ну, и, короче, главная тема была ревматизм. Ну, и вот эта, которая, у которой свой лечащий врач, она как начала там, блядь, диагнозы говорить. Она говорит, блядь, если вот такое случится, да знаете, такой экспрейт. Вы знаете, она столько диагнозов назвала. Мне кажется, доктора не все знают. Но она прям в курсе всех последних медицинских новинок. Потом я поднимаю глаза, там, блядь, боинг. Если бы вместо Титаника поплыли бы на ней, серьезно вам говорю, никто бы не разбился, кроме айсберга. Вот айсберг бы разбился, там, такие размеры. Я думаю, блядь, как тебе вообще поезд везет. В общем, я не раз задумывалась о том, о чем так долго разговаривают бабки. Но сейчас я понимаю, что у них очень важные, насущные проблемы.